Всем привет, ребяточки! Привет! Вы, как обычно, на канале своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И сегодня начинается необычный формат. На нашем канале такого еще ни разу не было. Мы берем в аренду дом на колесах. Гигантский, шикарный. Будем прямо в нем спать, в нем путешествовать. Это реально мечта детства. И нас ждет путешествие целых 2 недели по 9 странам Европы. В общем, усаживайтесь поудобнее, ребятки. Это просто разрыв будет. Мы вам покажем вообще все путешествие изнутри на доме на колесах. Потому что очень много разных нюансов. Слив воды, всякие туалеты, электричество. В общем, как все это происходит. И посмотрев весь сезон путешествия на этом доме на колесах, вы будете максимально подготовлены. Возьмете также в аренду дом на колесах. И отправитесь в свое первое незабываемое путешествие. Погнали! По традиции в этом сезоне мы по пути покупаем для вас подарки во всех городах и складываем их в эту сумочку. И в конце разыгрываем среди тех, кто под каждым видео ставит лайк и пишет комментарий. А также эксклюзивно для спонсоров добавляем большой бонусный набор с подарками из всех городов Европы. Стать спонсором нашего канала вы можете, нажав на кнопку спонсировать или пройдя по ссылке ниже. Это лишь маленькая часть того, что мы купили. Чтобы узнать все, что мы купим, смотрите выпуски, потому что в каждом выпуске мы будем покупать для вас подарки. Розыгрыш, как всегда, будет в прямом эфире нашего Инстаграма. Ставь лайк, пиши коммент под каждым видео и подписывайся на Инстаграм своим ходом. Удачи и приятного просмотра! А начинаем мы наши выпуски в аэропорту Калининграда, потому что именно в этом городе нас ждет дом на колесах, который мы прямо сейчас с вами арендуем. Все покажем и отправимся в двухнедельное путешествие по странам Европы. И вместе с нами едут знаменитые туристы! Лилька и Женька! В такой компании мы еще ни разу не путешествовали. Ребята, ну что вы ждете от путешествия? Рассказывайте. Вы хотя бы раз катались на доме на колесах? Нет, на самом деле это для меня вообще необычный опыт, и это моя детская вообще мечта. Как и моя. Ой, моя! А мне предстоит 18 дней за рулем, один водитель. На самом деле права у всех людей в этой группе имеются. У меня есть и А, и Б, и здесь тоже и А, и Б, а, и Б, а, и Б. Но отдуваться за всех будет этот человек. Как всегда. Добро пожаловать в отель Берлин. Именно здесь мы проведем целую ночь в Калининграде. Номер за 2000 рублей в гостинице Берлин. Слушайте, ну не дурно, не дурно. Мы прямо на крыше, получается, живем, как Карлсон. Огромное помещение, гигантская кровать. Ну за два куска вообще огонь. И душевая вообще такая приличность. Смотрите, даже есть два халата. И что немаловажно, шесть полотенец. Сейчас вспомните просто. Египет, отель 5 звезд, где было два гребанных полотенца. Цель. Кровать. О, все. И теперь самое главное, нужно отправиться поесть. Быстренько перекусим, обед. А для обеда мы выбрали изысканный ресторан. Называется Пармезан. Здесь такая очень даже милая обстановка. Смотрите, как красиво, все уютно сделано. Большие диваны, столы. И я сейчас буду просто обжираться. Потому что я взял ассорти итальянских морепродуктов за 1500 рубасов. И по сравнению с ним, все эти блюда, которые были у ребят, они просто померкли вообще. 1500 рублей. Это гигантская тарелка. Смотрите, раз ладошка, два, три, четыре, пять. Огромная тарелка с мидиями, сделана в виде цветочка. Это получается такая штука в тесте с сыром перемешанная. И там еще замешано очень много разных морепродуктов. И получается такой пирог из морепродуктов. Креветки, кальмары. Обалдеть. Давайте начнем с мидий. Отведаем. О-ля-ля. Божественно. А теперь давайте расправимся с этим пирогом. Посмотрим, что у него там внутри. Так, разрезаем. Он очень сочный. И зацените это. Вау. Это все морепродукты. Друзья, за ваше здоровье. Надеюсь, вы смотрите выпуски с едой. Потому что это очень вкусно сейчас будет. Пахнет изумительно. Самый вкусный пирог в моей жизни. Настолько сочный. Прямо чувствуется креветочка. Отдельно там такой вылезает вкус кальмарчика. И еще из-под низу такой нахлынул вкус мидии. Теперь давайте отведаем мидию. Кальмар на гриле. Я даже не буду его ножиком отрезать кусок. Очень вкусно все приготовлено. Обычно кальмары готовить не имеют. Они как резина. И напоследок возьмем креветочку. Оценим вкус этой изысканной кухни. В общем, команда своим ходом рекомендует этот ресторан в городе Ленинград. Мой скромный кусок лосося с овощами просто меркнет вот с той тарелкой напротив. Ребята, я все осилил, но я сейчас лопну. То есть я все абсолютно съел. Все очень сильно понравилось. Единственное, вот эти вот мидии не совсем зашли. Итого все мы дружно поели на 4500 рублей. И прямо сейчас у нас наш главный водитель Женя Джан. Подписка подарственная. Вы только посмотрите, какой он огромный. Я уже жду не дождусь, когда мы прямо сейчас стартанем. И впереди красивые виды, пейзажи, дороги, кемпинги. Обычно в кемпинге мы заезжали на велосипедах с нашими рюкзаками. Все уставшие. А сейчас у нас будет путешествие вот для души. А взяли мы дом на колесах у Антона. Он живет здесь, в Калининграде. Так что у вас теперь появился друг свой в Калининграде. Тот, кто наш друг, автоматически становится вашим другом. И вы можете взять здесь тоже дом на колесах. Получается, Антон, занимаешься ты сдачей в аренду домов на колесах. Да, и продажей. Продажей. И также у Антона есть свой YouTube-канал. То есть если вам информации на нашем YouTube-канале, все, что мы снимем, будет мало, Антон в это дело погружается по максимуму, погружает своих зрителей. И вы полностью понимаете, что вообще из себя представляет путешествие в доме на колесах. О чем ты рассказываешь на своем канале? Мы путешествуем с семьей, с женой, с ребенком. Долгие путешествия ездим. То есть до Африки доезжали, до Сицилии. Показываем кемпинги, жизнь в автодоме, как все устроено, где парковаться бесплатно. Платно отмечаем все парковки. Всю информацию вы получите у нас на канале. И ссылочка будет обязательно в описании. Все, друзья, мы на этом прощаемся с Антоном на 2 недели. Все вам покажем. И надеюсь, что вам понравится. Антон, пожелаем вам удачи. Хорошего путешествия. Все, мы погнали. Барабанная дробь, друзья. Наше путешествие начинается прямо сейчас. Заходим в дом на колесах. Здесь все уже уселись. Закрываем двери. Бам, все. Итак, дамы и господа, давайте начнем с водительской зоны. Тут имеются два кресла. Одно водительское, одно для пассажира. Будем отсюда снимать крутые пейзажи, вам все показывать. Есть ли страх в путешествии? Нет, у меня, слава богу, есть опыт вождения больших. Как тебе в водительском кресле? Нормально, удобно здесь? Да, слитанская посадка. Мне надо эту фуражку купить в водительском кресле. Такого размера, ну, лет 5 не водил. Но, в принципе, водил. То есть, у нас будут экстренные ситуации, да? Когда ты сядешь за руль, там точно будут. А вы знали, друзья, что у меня есть права категории А и Б? И в этом путешествии я попробую водить дом на колесах. Самое важное, наверное, что вас интересует, ребята, это цена. В общем, аренда такого дома обойдется вам в день 11 тысяч рублей. И этот дом 6-местный. То есть, можно поехать целой семьей или с компанией друзей, как сделали мы, и посчитать, то есть, 11 тысяч рублей за один день, и вас, допустим, 6 человек, это, грубо говоря, меньше 2 тысяч рублей с человека. Чтобы вы понимали, мы сейчас жили в отеле, в Калининграде. Отель стоил 2 тысячи рублей. Это просто отель без бассейна, без сироп, причем завтрак. Здесь же у вас огромный дом на колесах, вы ни к чему не привязаны. У вас полная, тотальная свобода. Не выучитесь по просторам Европы, а можно даже и не по Европе. Так что я считаю, что это вообще идеальная возможность путешествия. Мы пробовали уже круизные лайнеры, катались на автомобиле, на велосипедах. Такого еще не было. Я уже в полном восторге. Лизон, тебе как ощущения? Детская мечта исполнилась, да? Вообще такое волнение и такое настроение классное. Впереди вас ждет большой обзор автодома. Я вам все подробно покажу. Все полочки подкрываем, как здесь вообще все устроено, на чем он передвигается, бензин, газ, электричество, аккумуляторы. А пока что просто едем, наслаждаемся красивыми видами. И наша первая цель – это граница с Польшей. И дальше начинается Европа. Калининград – это отличное место для путешествий по Европе. Это отправная точка. Потому что перелеты из России стоят совсем недорого. Мы прилетели сюда за 20 тысяч на двоих. Билеты стоили туда-обратно из Питера. Прямой рейс. Лететь всего час, там, 30 примерно. До границы с Польшей всего 50 километров. То есть, буквально час, и вы уже в Европе. А оттуда уже можно добраться до других стран – Германия, Хорватия и так далее. И в этот раз мы взяли всего лишь 9 стран. Если нам сейчас понравится, и вы будете смотреть, будет много просмотров, много лайков, много комментариев. Так что обязательно покажите, что вам нравится. Если вам реально понравится, то мы обязательно сделаем второй сезон. Тоже в доме на колесах, но уже по другим странам Европы, а возможно и куда-нибудь в Африку мытанем. Для меня самое сложное было даже не на крупногабаритной машине ездить. То есть, не чувствовать габарит, имейте в виду. А ехать без зеркала заднего вида вот этого. Но здесь оно даже есть. То есть, я вижу заднее открытое. Да, видите, там оно окно. И видно, какие машины, вообще дорогу видно. Обзор достаточно неплохой получается. Мы проехали всего 30 километров, но первая священная заправка, друзья, это святое. Обязательно нужно остановиться, взять себе кофеечку или хот-дог и просто насладиться атмосферой. Конечно, машину заправлять не надо. Мы ведь не за этим сюда едем. Мы едем за кофе с сосиской. Раньше я смотрел с завистью, как дома на колесах паркуются, заправляются. А теперь лося, я сам выхожу из дома на колесах. Так, значит, какой бензин заправляем? Дизель, 120 литров в бак. Готовим бабусы. Тут, наверное, бензин еще подешевле, чем в Европе, поэтому заправляемся. Вот здесь у нас сумма в рублях сейчас будет. И сколько литров? 48 рублей с копейками за литр. Итого 93,5 литра 4509 рублей. Все, друзья, мы на границе. По карте написано поселок Мамоново какой-то. Нам дали вот такую вот карточку. Сейчас женщина зашла, посмотрела все, что у нас внутри. И сказала, она сейчас дальше проверит, карточку заберут и все. И как видите, очереди вообще нет, так что нам повезло. Российская граница пройдена. Сейчас быстро заскочим в дьюти-фри. Возьмем себе что-нибудь вкусненького. Потом проходим польскую границу и все, начинается. Мы себе для начала немножечко взяли, вот на 600 рублей, две бутылочки вина. А вот уже и польская граница, 10 автомобилей. Прямо сейчас мы с вами ощутим все прелести автодома. Пока все скучают в своих никчемных автомобилях, мы в доме на колесах. У нас есть газовая плита. О, все. Сейчас ставим чайничек, да? Да, и будет у нас чаек. Ништяк. Вот это я понимаю, времяпрепровождение. Каждая секунда проводится с удовольствием и с пользой. Шоколадочку откроем и круассанчики, и чаечком все запьем. Вот это красота. А здесь как-то по-домашнему, да? Да. Ну, то есть реально дом на колесах. Вам, наверное, интересно, что у нас внутри есть. Я пока что подержу интригу, что дальше было интереснее смотреть. Я купила одну из самых вредных шоколадок. Здесь целая таблица Менделеева. Е столько, даже глютен есть. То есть обычно пишут продукты без глютена, здесь даже глютен добавлен. О, значит, будет очень вкусно. Границу мы проходили 2,5 часа. Все, наше путешествие начинается. Здесь прямо на границе есть столовая. Мы решили время не тратить. Сейчас здесь быстренько перекусим и отправимся уже дальше, в сторону Берлина. Даже не знаю, везет нам или нет, мы проверим. В общем, мы прямо здесь, на границе, купили себе сим-карту. Здесь даже написано «интернет задарма». В общем, 50 гигабайт всего лишь за 20 злотых. Я в шоке. В общем, проверим. Взялись еще поесть. Каждое блюдо стоит 20 злотых. Такая отбивная, куриная, с картофельным пюре. Интернет по цене еды. И порция такая знатная. Смотрите, все полито сыром, такой распавленный. Как столовой. Очень вкусно покушали. Теперь у нас две симки по 20 злотых. Уже вставили в телефон. Слушайте, нормально, 3G работает. Как можно за 50 гигов отдать всего лишь 20 злотых. Что-то здесь такое ощущение, что не чисто. Ну, проверим. Ощущения просто превосходные, куда подходишь, а у тебя дом на колесах. Поехали. Поехали. Сока нам до Берлина километров. Показывает 670. Как думаешь, сколько часов займет? Пишет 7. Ну хорошо, если 7. Это будет клево, если 7. Для безопасности, мало ли, там могут стекла выбить окна. Мы делаем вот так вот. Берем эти шторки, опускаем, все окна закрываем, чтобы снаружи не было видно вообще ничего. И, возможно, типа грабители, если они будут, они подумают, что в нашем доме кто-то есть, и лучше сюда не вламываться. И здесь также вот, где водительская кабина, смотрите, такая шторка берется, на заклепочки делаете. А мы сейчас, друзья, приехали, знаете куда? В один из наших любимых европейских магазинов, который называется Lidl. Сейчас здесь немножко затаримся, и пойдем дальше уже, в сторону Берлина. Lidl – это одна из крупнейших сетей гипермаркетов, где можно купить вообще абсолютно все. Вот это булочки. Лиза уже набрала себе всяких круассанов, шоколадки. Очень весь спектр товаров в этом магазине. И сейчас такое ощущение, что я попал в путешествие с нашей командой, потому что такие же магазины есть в Норвегии, в Исландии. Вы наверняка наши выписки смотрели. И сейчас очень необычно то, что нам не нужно покупать продукцию на 12 человек. Мы просто сами для себя покупаем, потому что нас 4. Надо что-то выбрать для себя. И ты такой просто, я не знаю, что брать себе. Бутылка такого вина стоит 15 злотых. Вот такой вот графин вина – 13 злотых. А литр мартини, смотрите, стоит 29 злотых примерно, а 0,7 – 20 злотых. Кстати говоря, отличное место, чтобы здесь затариваться всем этим делом. Джим Бим 0,7 – 80 злотых. Ну, мы так чисто немножко затарились, только на завтраке взяли себе воды, всякие кашки, овсяные, бананы. Потому что обедать и ужинать мы собираемся в ресторанах. Специально ничего не брали, чтобы была мотивация ездить по ресторанам. Мы зашли за продуктами, Лиза себе ботинки купила. В Лидли. Как это получается? 500 рублей. Да, давай. 500 рублей всего? Да, это необычно смотрится такая еда-еда, и ботинки стоят. Извините, я дам и без комплекса. У нас с Лизой получилось 152,60 злотых. Это вот это все. И мы в этом путешествии берем не на команду, берем каждый на себя, потому что все разные кушают. Вот такая вообще корзина вышла, а у ребят этот чек на 135 злотых. Приятно подъезжать, да? К дому на колесах. Распределяем все по полочкам. Вот в холодильник, посмотрите, вот так все у нас убралось. Туристы у нас наверху, ну типа здесь внизу. Вот такая специальная полочка под бухлишкой есть, чтобы оно не шаталось. Мы люди не пьющие, вот немножко тут прикупили. К Жеке постоянно все пристают, мы просто подъезжаем, подходят люди и начинают спрашивать про дом, типа что? Направки около магазина. А что внутри, а сколько стоит вообще реально? Уже интерес просто живой вообще вызывает. А ты такой, это мой, да? Это мой. Я как этот, чувствуешь себя пилотом Боинга, знаешь, что? Ча, да, да, сток это стоит. Ты такой, блин, классно, классно. Я этот, первый парень на деревне. И вообще я до сих пор не могу вдуплиться, что мы на доме на колесах. Штурман и пилот, а мы в квартире какой-то, смотри, которая движется, да? Вообще необычное ощущение. И причем такие панорамные окна здесь, панорамные окна здесь. Просто едешь, кайфуешь. Как в купе, только это не простое купе, это купе класса люкс. Лиза моет посуду и параллельно прямо на ходу у нас кипятится вода в чайнике. По технике безопасности так делать не стоит. Все должны сидеть на сиденьях спустя, мы перелиняли. Че, Лизон, давай за путешествие. А у нас тут пробочка на 8 километров. Думаю, часик простоим, да, Женя? Да, думаю, да. И поэтому в доме на колесах очень комфортно. Смотрите, Лизончик тут разлеглась, уже сидит в инстаграме, что-то там делает, пишет кому-то. Вообще очень комфортно, классно. Смотрите, куда Виталик забрался. Вообще просто бомба, как в поезде, ребята. То есть я, получается, сейчас на двуспальной кровати. Она находится прямо над кабиной нашего водителя, который вот там, смотрите, вот они с лиликой сидят. А я просто наверху здесь кайфую. Отсюда открывается потрясающий вид на все внутренности нашего дома на колесах. Огромная кровать. То есть, смотрите, если я лягу, вот место мое. И, соответственно, здесь еще по месяца целый человек. Это будет Лиза. И вот тут имеется окно. То есть такое лежишь, как в поезде, и наслаждаешься пролетающими мимо пейзажами. А еще здесь имеется вот такая штука. И можно открыть, чтобы все дело проветрилось. Слушайте, давайте попробуем вылезти на крышу, чтобы посмотреть. Мы снова медленно едем. У нас тут пробка сейчас. Ништяк. Слушайте, я вижу всю пробку прям сверху. Вообще класс. Отсюда можно запускать дрона незаметно, как шпион. Вот сюда дрона ставишь, и снизу уже им управляешь. Вообще класс. Самый лучший день. Заходил вчера, ну и ладно в путь. Самый лучший день. Пробыл до утра и собрался в путь. Друзья, первая платная дорога на нашем пути. Сейчас мы узнаем, сколько бабосиков по Польше прокатиться. Здесь, я так понимаю, просто берем талончик. Да, мы взяли, короче, талончик, да, и все. Дальше посмотрим, заплатим сколько там. Такой талончик дали. Написано паркинг, виси. Все есть на этой дороге. Что тут заходит лучше? Италик, что происходит? Я забрался без лестницы, но спускаться буду по лестнице. Ты хорошо поспал. Да, видимо, да. Здравствуйте. Как вам в пробке стоится здесь? А тебе как там спалось? Вообще классно. Эх, поезд запьет. Очень удобно, комфортно. Я виспался уже. Пробка настолько адская и длинная, она ходит в кору, что Жека уже даже в лайтруме сидит. Фотки обрабатывает. Прямо за рулем, да. Линка здесь делает бутерброды с сыром. Сыр Филадельфия. Чайник кипит. Вот так мы проводим наш первый день в дороге до Берлина. И чувствую, я до этого в Берлину, мы доберемся. Сейчас ночью, наверное. Вы, надеюсь, помните, сколько было? Осталось 566. Недалеко мы продвинулись. Видите, вот эта красная пробка дурацкая. Получилась такая вот у нас красота. Филадельфия, огурчик сверху, ветчина. Мы прорвались. Вот виновники этого всего. Пробка закончилась. Жека, а ну-ка расскажи, сколько мы в пробке простояли. Вообще 2,5 часа. Я уже охренел вообще. 2,5 часа потеряли. Ну круто в автодоме, клево, что ты просто, там люди уже мучаются без туалета, без еды. У нас все с собой вообще. Мы просто автономные. Дом на число вообще. Все, ладно. Мы выехали. Конечно, у нас немного планы попортить, потому что мы думали, что в 9 часов уже будем прямо рядышком с Берлином. Видимо, мы сейчас поедем чуть-чуть, часика 3 еще поедем и остановимся, не доезжая до Берлина. Там ляжем в кемпинге спать и с утра уже поедем ближе к Берлину, там бросим наш автомобиль в кемпинге в другом и уже будем исследовать сам Берлин. И погодка испортилась. Едем под дождем. Все из-за дурацкой пробки, поэтому максимум, что мы можем себе себе позволить, это Макдональдс, который по дороге встретился. Глянь, народ еще столько вообще, капец. Это Макдональдс. Мы такие здесь выбираем, а эти вот, люди тут выбирают тоже, чтобы поесть. Вообще, на этой дороге нет ничего, кроме этого Макдональдса. И очень странно, что огромное количество людей, видимо, дорога настолько популярная, что все ломятся в Макдак поесть. Я вообще первый раз, сколько народу вижу на Макдональдсе, что даже номер заказа твой еще не высвечивается. То есть, готовят те, которые еще заказали до тебя. Вообще жесть. Все кушают в ресторане, а мы выходим, потому что у нас собственный ресторан на колесах, и там мы покушаем теплее. Твоя столовая группа, кухня, все дела, вообще кайф. Да, я, конечно, рассчитывал на ресторан какой-то шикарный с морепродуктами, но сегодня нас подвела эта дурацкая пробка. В общем, вот такой у нас богатый стол из Макдональдса. Тут и мороженое, клубничное, и вот это у меня с рыбкой филе, здесь курочка. Ну, ребят, что там? Бургеры. Чизбургеры. Наггетсы. Короче, все как надо. В общем, за ваше здоровье, друзья, и впереди хотел сказать нас, но, к сожалению, Женя ждет 500 километров ночью ехать до Берлина. Мы приехали, это конец платной дороги, сейчас мы узнаем, сколько мы должны заплатить за то, что мы постояли в пробке. Hello. Что там нужно вписать что-то? А, где мы сели? В каком пункте? Мы из Калининграда. I don't know. Где мы сели? Не знаю. В Калининград. Короче, проблема на границе, нужно знать, в каком пункте вы въехали сюда. Мы вообще без понятия. Так, мы заплатили, сколько же? Так, мы заплатили 25, что там за злотых? Злотых. Злотых. Короче, здесь оказывается, при въезде пункт надо было ставить, отмечать место, где мы сели, на каком пункте. Берет талон и не знает, где мы сели. А как это отметить? Там, короче, типа ручка, видимо ручка, надо просто тупо поставить. С какого пункта ты? Ну просто какая-то фигня вообще. Ну, короче, она походу по максималке нам влепила. Новый день начинается, друзья, в 7 утра. В общем, спали изумительно. Это в тысячу раз лучше, конечно же, чем в палатке под дождем. Здесь было наше место, двуспальное. Вот там Лилика зашифровалась, ее не видно. Жанек вот здесь, как ты спалась? Нормально? Слушай, нормально вообще. Золотая осень, короче, начинает. И вот так смотрится наш автомобиль на фоне всей этой красоты. А так как мы поехали в конце сезона, вид кейпинг он гигантский. Здесь мест, наверное, 200. И все это должно быть занято трейлерами, палатками. И здесь только мы одни. Сейчас поэкспериментируем, если нам понравится, потом сделаем такой же тур летом. И вот здесь, получается, находятся душевые и туалет. Сейчас помоемся и в путь-дорогу на Берлин. А внутри здесь писсуары имеются. Два туалета с бумагой, раковины, зеркала. Кстати говоря, у нас все наши мыльно-рыльные принадлежности вот в таком пакетике. Он очень удобно закрывается. Я с ним уже года 3, наверное, весь такой, типа, тертый. И я сейчас понял, что это совершенно другой формат путешествия, потому что обычно, когда мы в кемпингах, спим в палатке, у меня всегда с утра процедура обязательно это сходить в душ, освежиться, привести себя в порядок и поехать дальше. Здесь же я сейчас просто умылся, сполоснулся, побрился, почистил зубы, сделал причесон. Все, я даже в душ не хочу идти. Вот что значит путешествовать на кемпинге. В общем, здесь были туалеты, а здесь находятся душевые для тех, кто хочет помыться. Ой, штор валяется. Вот такая шторка, то есть она закрывается и горячая вода, даже вон гель для душа есть. Как же прекрасно возвращаться в свой домик на колесах. Так, у нас тут бардечелло, сейчас уберем. О, Лиза уже у нас зажигает газ. Ставим чайник воды и будем сейчас хашку кушать. Лиза тут начищает вход, потому что все-таки земля мокрая, и когда заходишь, мы все обувь, конечно, оставляем здесь, но все равно когда чать пачкается. Ну, и пока наши друзья моются, я вам сейчас сделаю обзор внешней части автомобиля, а уже позже сделаю все, что находится внутри. И что немаловажно, у нас есть выдвижная ступенька. Тут есть специальная кнопка на панели, смотрите, нажимаем наверх, она, опа, убралась. Нажимаем вот сюда вниз, опа, она появилась. Очень удобно. Если мы забудем эту ступеньку убрать и тронемся, она автоматически уберется. Справа здесь имеется самое главное, самая важная часть, особенно для видеоблогеров, которым нужно все подзаряжать. Питание 220 вольт. И обычно, когда вы арендуете трейлер, дом на колесах, вам в комплекте выдается вот такой вот провод длинный, он специальный, который вставляется вот сюда, и у вас вся машина наполняется энергией. Выше находится такой длинный козырек, он очень сильно привлекает внимание, но как он работает, для чего он нужен, и что из этого получается, я вам покажу в солнечную погоду. Кабина водителя, есть одно пассажирское сидение, и вон там вот наверху мы сегодня с Лизончиком спали. Многие нам, когда мы выложили первые посты в Инстаграм, ВКонтакте, это огромная двуспальная кровать. Смотрите, здесь она начинается раз человек, два человека. Это только с виду кажется, что там типа мало места. Двигаемся на заднюю часть, открываем ключиком, багажник, и вот здесь как раз таки видно нижний ярус кровати. То есть здесь спал Женя, а вон там вот выше уходит второй ярус кровати, где спала Лилька. То есть вторая часть спальных мест находится вот в этом отсеке, прямо до самой крыши. Сзади находится специальное крепление. Если вы вдруг захотите арендовать себе велосипед или у вас есть велосипеды, здесь 4 места под 4 велика. Очень удобно. Такие приехали куда-то в город, сели на велике и поехали исследовать место. Плавно переходим на другую сторону, сквозной багажник, то есть можно здесь вещи положить или с той стороны, неважно. Один из самых важных маленьких отсеков, друзья. Как же ходить здесь в туалет? Туалет есть внутри, но воду постоянно нужно сливать, то есть у вас наполнил собак, вы там свои дела все сделали, нужно все слить и водичку чистую залить, чтобы все дело потом смывать чистенькой водичкой. И здесь как раз находится то место, куда сливается весь туалет. Это вот такой вот бокс, вытаскивается он очень легко, поднимается вот эта вот ручечка и на себя вытаскиваете. Все, что мы наделали, свои продукты жизнедеятельности, все здесь скапливается, там есть специальные датчики, я вам позже покажу. Когда все накопилось, все дело сливаете. Куда сливать, тоже позже покажу. Слева от сектора туалетного находится не менее важный отсек, друзья. Это похоже на бензобак, но нет, здесь у нас чистая вода. Когда вы все дела вот здесь вот поделали, все это дело смывается этой водой и этот сосуд здесь, который в туалете наполняете, потом вы его сливаете и соответственно, чтобы вся эта система работала, особенно если вы часто ходите в туалет, моете посуду, моетесь, все это дело нужно менять, это все взаимосвязано. То есть здесь мы все сливаем, а здесь мы наоборот наливаем чистую воду свежую. Показал, 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 теперь давайте движемся вот сюда. Опачки, а тут два гигантских газовых баллона. На примере холодильника, когда мы в движении, он работает от двигателя. Когда мы стоим на месте, он может работать от аккумуляторов. Если все аккумуляторы вырублены, он может работать от газа. И что самое главное, он сам переключается, он сам знает, что сейчас работает и что лучше использовать. Тем временем, хозяюшка здесь уже заваривает кашечку овсяную, чаек сейчас сделаем. К нам тут подошел вот такой мужичочек, заполняет сейчас документы и будем платить за кемпинг. О, Лилика, как тебе в душе? Нормально там? Да, все отлично. Получилось 20 евро у нас за всех, за кемпинг. То есть 4 человека взрослых и наш кемпинг. Спасибо. Всю обувь мы оставляем вот здесь, потому что видите, подошва какая грязнущая и вот сюда заходить вообще не вариант. В носках ходим и в тапочках. И напоминаю, что вчера мы не доехали до Берлина, потому что была пробка, сбила на стол. В общем, нам сейчас осталось 265 километров. Ехать показывает 2 часа 50 минут. А тем временем после каши девчонки состряпали какие-то произведения искусства. Авокадо, красная рыбка. Посмотрите, что делают. Божественно. Спасибо, с вами. Дорога просто шикарная. Я как будто в кресле просто перед компьютером сижу, знаешь, что-то у меня просто меняется эта самая картинка на мониторе. Просто, ну просто расслабляешься, вот одним пальцем держишь. Но его, единственное, что в этой машине вот проезжающие мимо тачки, они его, конечно, колбасит вообще. То есть, он настолько балкий, что вот только и успеваешь его ловить. в общем, он такой. Мы, кстати, когда вот сейчас спали ночью, то есть, кто-то есть один двигается такой вы-ю-ю-ю, как блюдки. Подвеска его просто вот так вот всего. Как будто ты на лодке на какой-то находишься вообще. Ну, смотри, плюсов очень много. Какие минусы? Вот первый минус мы сегодня заметили, сейчас едем по дороге, хотели в красивом месте остановиться, запустить дрон, а дорога была узкая, и то есть, нереально на таком автомобиле сделать. Да, то есть, первое, о чем нужно думать, когда ты хочешь остановиться, как остановиться, сколько места ты займешь, если это типа одна полоса, то ты просто займешь всю полосу и все. Или бы, например, куда-то заехать, надо сразу же думать, а сможешь ли ты вообще оттуда выехать, развернуться там, или задним ходом. Ну, задним ходом не охота, типа разворот, если есть. Если нет, то все, до свидания. Мне до сих пор в голове не укладывается, что мы в доме на колесах. Когда отшлиника вот отсюда уходишь, камеру поворачиваешь вот в эту сторону, реально, как будто ты едешь в поезде каком-то скоростном в Японии. Вообще, это идеальный вариант для инстасамок. Они сидят, они фоточек наделали, водитель их везет, они особо не напрягаются, посты в инстаграм выкладывают. Вообще, красота. А мне очень нравится снимать видео. Классно, не напрягаешь особо. Все самые тяжбы на себя взял Женек, вот мы ему кофе купили, он у нас за еду работает, водитель на шутке, везет нас до Берлина. Осталось 200 километров. Виталик расточегарился. Как я люблю выходить из дома на колесах. У нас последний шанс заправиться еще более-менее бюджетным бензином, потому что дальше бенз будет дорогой. Тут стандартная схема, можно себе вот прикупить френч-дог, хот-дог сделать, кофеек, чаек. В общем, у нас за 77 литров получилось 435 злотых. Наша данная. Спасибо. И за еду у нас получилось 30 злотых. Это два френч-дога, шоколадка из Польши, друзья, потому что в каждом новом сезоне, насколько вы знаете, мы собираем по дороге подарок и в конце разыгрываем это среди вас. То есть нужно просто написать комментарий, поставить лайк и кому-то из вас застается весь подарочный набор из того или иного путешествия. Под всеми видео из определенного сезона. Да. Еще вот соки у нас, тут кока-кола. Все, едем дальше. А кто-то путешествует на таком большом гигантском автобусе, да? Кстати, туры по Европе на автобусе выглядят именно вот так. Ну, не знаю, мне как-то больше вот это нравится. Давайте. За ваше здоровье, за ваше здоровье. Хорошего нам пути. Погнали. Сочный, да? Ох, хрустящий. Божественный. А я еще не откусил даже. Так, друзья, сейчас будет мастер-класс запуска дрона прямо с крыши нашего трейлера. Я даже не буду выходить на улицу, чтобы не с полицией. Мы прямо на трассе остановились. Сейчас я сверху через люк поставлю на крышу дрон и прямо там его запущу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, все, миссия выполнена. Мы полетали. Сваливаем, сваливаем скорее. По газам, по газам. Ходу, ходу. Ходу, ходу. У-ху. У вас прошло мгновение, а у нас буквально 2 часика. Осталось 15 километров до кемпинга. Мы уже в пригороде Берлина. Сейчас доедем до кемпинга, там бросим наш дом на колесах и доберемся до города и вперед. Наконец-то первый город Европы. Поснимаем. Жека уже хочет пивасика хлестнуть, да? Да вообще. Хочу поставить машину наконец-то. Я вообще сегодня не должен был быть за рулем вообще. А кто должен быть? Мы же должны были приехать, да? Ты и ты. Халявщица. Ты не забывай, что у меня есть права. Если что, я могу подстраховать. Я забыл про это вообще сразу же. На самом деле все очень грустно, потому что здесь, в Берлине, мы должны были быть уже вчера ночью, зачилить в кемпинге, в который мы сейчас, кстати, направляемся. И сегодня уже рано утром часов 7 встать, чтобы у нас целый день было в Берлине. В итоге сейчас времени уже час дня, и мы, грубо говоря, вот самое утро уже просрали. Надеюсь, что мы доберемся хотя бы через часик, потому что вот мы стоим как идиоты в этой пробке. А всему виной вот эти вот горящие автомобили. Уже второй на дороге встречается, если не третий. Пожарная машина, все пеной залили. Что-то там, смотрите, стекло выдалбливают. Наконец-то мы добрались, друзья. Все, кемпинг, вот наш трейлер, дом на колесах едет, и все, и наконец-то первый город Европы. И сам кемпинг, в отличие от прошлого, там вообще мы одни абсолютно были здесь. С трудом можно найти себе место. Все прям уже так конкретно даже осели здесь. Многие, наверное, живут в трейлере. Вот трейлеры, это все трейлеры, 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 там трейлеры. Но несмотря на популярность этого кемпинга, тут достаточно много свободных мест. Вот у нас место 33, то есть нельзя просто так заехать и взять любое место. Вы заезжаете, нам дали такую бумажку, карту, и сказали, что ваше место 33, и вы на него едете. Здравствуй, Берлин! Сейчас вам покажу туалеты в этом кемпинге. Вот здесь очень много туалетов. Кому интересно, можно вот это дело прикупить в автомате. Вот такое огромное здание, зеленое. Там все это есть и душ, и туалеты. Итак, дамы и господа, я готова к фото у берлинской стены. Кемпинг нам обошелся в 8,50 евро с человека, 9 евро за место и 3,50 за электричество. Итого, 46,50 за всех за это место. И еще 10 евро взяли вот за такой ключик. Он отворот. Все, выходим, друзья. Вот так называется наш кемпинг. Многие вообще путешествуют с прицепом. То есть у нас дом на колесах, а здесь прицеп, дом на колесах. Еще есть один вариант, я тоже путешествую с прицепом. Ну, с мужем, вы поняли. Еще есть вариант разведенка с прицепом. Прицеп мой, желто-белый идет на Берлин. Посмотрите, какая красивая улица. Вообще золотая осень 2019 в Берлине. А где ты такой свитер купила? Классный, Лизон. Слушай, ну ты достался с этими подколами. Ну, где ты купила, Лизон? Расскажи. Ну, классный вообще, слушай. Лизон, расскажи, где купила такой свитер. Кстати, ботинки вчера мы взяли, вы помните, за 500 рублей. Рюкзак Майкл Корс за 10 баксов. То есть можно жену одеть на 2000 рублей и она будет счастлива. Правильно? Хочу заострить ваше внимание на том, что мы не едем снимать обзоры городов Европы. Ой, вы так быстро проехали Берлин, даже нам ничего не показали. У нас нет цели снимать обзор. Мы с вами едем, чтобы взять камеру, 37 дней бегать по Берлину и снимать какой-то обзор. Мы просто взяли вас с собой, катаемся и все, что видим, все вам покажем. Просто путешествие на доме на колесах, такое лайтовое, ненапряжное. Вот мы приехали, считай, весь день потеряли, потому что нам с пробкой не повезло вчера. Берлим приедем вечером, пивасик охлопнем, погуляем, посмотрим, чисто для себя. И вот то, что для себя мы снимаем, мы делимся с вами, как будто вы вместе с нами путешествуете. У нас был вариант доехать до города на такси, на Uber, мы там посмотрели, но что-то там он долго едет, в итоге мы решили поехать на автобусе. Он останавливается прямо рядом с кемпингом, очень удобно. Такой шикарный и удобный автобус, да? В общем, мы просто показываем, каково это путешествовать в доме на колесах, про быт, про наше путешествие, и чтобы вы тоже могли повторить и поняли, что это не так сложно, как кажется. Мы заплатили ровно ноль, потому что в этом автобусе нельзя купить билеты. Что? Германия, привет! Нельзя купить билет, наличка, и поэтому, как бы, он говорит, да иди сюда, кофе. И мы сейчас пересаживаемся уже на другой автобус, и он нас прямо до города довезет. Он тут на квадроцикл гоняет. Воу-воу, смотрите, у нас двухэтажный автобус будет. Ништяк. Такие вот остановочки. Написано, сколько минут до следующего автобуса. Здесь номера автобусов, которые ходят по этому маршруту. Посмотрим, возьмут ли с нас деньги во втором автобусе. Даем 10 евро. О, здесь уже все берут. 2,80 евро с человека. Слушайте, ну вообще, мы заняли козырные места, и такое ощущение, что мы с ребятами несемся на экскурсионном автобусе хопон-хопо, да? Экскурсия по городу. Да, и всего до 80 евро, наслаждаемся видами, пока едем к городу. А я сижу такой, думаю, кого она мне напоминает, кого она напоминает? Пикачу. Смотрите. Я вообще не любитель пива, но Женя мне прожужжал все уши, говорит, Вася, Джан, здесь пиво просто улет, ты обязательно должен попробовать. Я вот так вот. Да вот, мне жужжит, так вот. Более того, мы Лизу сейчас подсадим. Ну, пивас, ты готова? Нет, мне вкус не нравится, я вообще не понимаю, как пиво можно пить. Первым делом у меня появилось желание купить зонт, потому что сейчас только что был дождь, вот только-только закончился, но сам город мне нравится. В общем, мы решили двигаться к Рейхстагу, ребят тоже купили себе зонт, потому что льет дождик, нас следит 3,5 километра, посмотрим заодно город. Мы решили не дойти до Рейхстага, а доехать до Рейхстага. Как раз стоит 4 самоката зеленого. В общем, все очень просто, устанавливаете приложение и удобно, что на одном мобильном устройстве, то есть зарегистрировались, ввели свой номер телефона, карточку привязали и сканируете QR-код и можно сделать групповую поездку. Мы сейчас просканировали 3 себе таких самоката. Когда он активируется, появляется уровень заряда и здесь будет километры в час. Вот это приключения у нас начались. Я, кстати, на таких самокатах еще ни разу не катался вообще. Так, у нас есть карта, у нас есть Лилька, так как они вдвоем, Лилька у нас будет штурманом и везти нас по карте. Поехали. В общем, мы минут 10, наверное, ехали и решили просто остановиться и типа их сдать, нажать там этот финиш или что там в этом приложении и посмотреть, сколько у нас денег снимут. Получилось 311 рублей за один самокат за 16 минут. Ну, мы очень долго тупили. В общем, когда самокаты берете, нужно знать, куда едете. Быстро взялись, сразу поехали, что время зря не терять. Потому что каждая минута это время. В итоге мы решили взять еще раз. Уже до Рейхстага нам осталось 2 километра. Доедем до конца. Ну, на велике я себя ощущаю, конечно, комфортнее. Да, вот здесь вот мы неудачно заехали сейчас на наших самокатах. Просто столько людей. Жесть. Нам все время везет. Куда мы бы не приехали, какой-нибудь праздник местный или что-то типа такого. И что самое печальное, с нас сейчас снимаются деньги, да? В этот раз вышло у нас по 240 рублей за один самокат. Это BMW Берлин Марафон. Причем Марафон, чуваки, смотрите, на роликах. Они на роликах, где-то сейчас там несутся по городу, все в отцеплении. И здесь люди ждут их на финише. И финиш прямо рядом со знаменитыми Браденбургскими воротами. Что ли, выставил прямо под Браденбургскими воротами. Потрясающе. Это очень похоже на наши московские ворота, на московских воротах в станции метро. Но все равно такое ощущение, что я здесь уже был, потому что все блогеры выкладывают фотографии, куча вообще контента в интернете. Когда приезжаешь и попадаешь в это же место, такое ощущение, что здесь уже был. А это что за чудо без перьев? Голый мужик с флагом, знаете каким. Мы спасены, мы сейчас покушаем и увидим Рейхстаг вблизи, потому что мы нашли переход, ребята, подземный. Коропироваться. О, пожалуйста. Здорово. Можно с вами? Вот как нам угораздило оказаться здесь именно в этот день. Тут даже в подземный переход не спуститься. Везде пробки. Вон там он, Рейхстаг, а вот это мое состояние сейчас, потому что я очень голодный. Мы уже не можем терпеть. Ресторан немного отложили на потом, потому что его еще нужно найти. И подписчики нам обязательно настояли попробовать вурст. А если конкретнее, то карри вуст, мид, ой, я стер внечаю надпись. Вот такая порция получилась за 3 евро 30 центов. Это типа сосиска с карри и кетчупом. Просто сосиска, просто карри и просто соус, просто по-домашнему вкусному, ничего необычного. И вот с тремя сосисками внутри мы подходим к Рейхстагу. Вот, пожалуйста, Рейхстаг. Ну что, как у вас впечатления от Рейхстага? Ой, потрясающе! Ой, так классно! Просто вы тоже голодные, да? Как я? В целом это просто здание. Это здание. Прямо рядом с Рейхстагом, вот он здесь, смотрите, направо, вот такая кафешка. Здесь вы видите зонты эти зеленые стоят. Мы решили ее опробовать. Первое, что мы взяли, это пир метр. Метр пива. Стоит 14,5 евро. Здесь получается у нас нефильтрованные, а здесь уже фильтрованные. Так, начинаем с нефильтрованного пива. Для меня это как будто эталонное нефильтрованное. Пьется очень легко. Между первой и второй перерыв у нас небольшой. Это крепче. Это вкуснее. Оно крепче, но оно вкуснее. Третье, тоже нефильтрованное. Это уже гораздо крепче. Я помню, когда в детстве первый раз опробовал пиво и меня унесло, у него был именно такой вкус. Балтика девятка это сто... Серьезно? Да. Вот скажи свой вкус. Реально, реально Балтика девятка. Вкус детства, да? Так, берем следующее, тоже нефильтрованное получается. Это еще жестче? Это еще жестче? Это что, десятка? Прямо такое горькое, горечь такая. На голодных желудок сейчас напитайте. Давай, Резон, скажи. Горькое, горькое. Поэтому я не люблю пиво, вот оно такое вот. Для меня пиво такого вкуса. Это фильтрованное пиво. А дрянь невероятная, просто пить невозможно. Ну это, короче, знаешь, как хайники у нас продают, которые в России разливают. Ну, короче, мне вообще эти пива уже не нравятся все. Мне понравилось пиво, которое нефильтрованное. Вот эти мне как-то не заходят, фильтрованные. Вот это такое дерзкое какое-то. И горькое. Тебе должно подойти. Ну вот такое, оно почему-то мне тоже какое-то из детства с чипсами вот постоянно вы ели. Не, вот это нормальное пиво. Да. Это вот пиво. Это стандартное. Ну для меня, то есть, стандартное пиво, хорошее пиво, это вот такое. Вот это немножечко, как будто действительно разблодягивание немножечко. А вот это как будто вот нормальное пиво. Я вспомнил этот вкус. Это когда мы в паттике бухали с пацанами и чипсы были до те самые времена. Полторашку брали, полторашку. Нас всех уносило конкретно и мы тут и шли на дискотеку. При пилостяка какие-нибудь, да? Да, нет, охота. Охота? Крепкая. О, мою любимую 8 градусов. Твое любимое? Да, я пиваю его раньше. Все понятно. Ребята, в этом путешествии раскрываются многие вещи, о которых мы не знали. Короче, подводим итоги. Какое самое вам понравилось больше всего? Слушай, мне понравилось вот это вот и вот это. Мне понравилось вот это и вот это. А мне понравилось в целом все. Вот эти вот. Не, вообще все было вкусно. Вот это вот как будто реально с водой. Вот эти шла понравились меньше всего. Все, пиво, которое нефильтрованное, мы выпили. Осталось только два фильтрованных. В общем, мы поели на 50 евро. Я очень расстроилась. Мы не увидели стену, где Брежев целуют в граффити. Ну и все, в принципе. мы под вечер прогулялись по ночному Берлину. Посмотрели, вот так вот погуляли, насладились. Офигенный магазин. Называется Приморк. Мы как зашли туда, так как скупились. Купила себе одежду на 100 евро. Примерно, я купила пальто, шапку, шарф, всякие штучки. Двое духов, два свитера офигенных. Короче, просто нереальный магазин. Вещи примерно 15-20 долларов. Андрес продажи 5-7. Мы снова в нашем кемпере. День закончился. Я тут готовлю иишенку. Вот так вот стою. Ух! Это вот за завтрашнюю Бельгию, Лизон, съешь как раз перед сном, да? Все, ребята, с вас жирный, просто мощный лайк. Комментарии обязательно пишите, потому что это очень важно для развития канала. Мы с вами прощаемся. Пока. Всем спокойной ночи. Пока-пока. До встречи во втором выпуске. Дальше будет еще интереснее.